Оглашение приговора главный подсудимый Жусубек Бартикеев, он же криминальный авторитет Йоська, выслушивал внешне спокойно и даже с ухмылкой. Между тем, родственники других осужденных не могли сдержать слез. Бартикеев был признан виновным в вымогательстве совершенном группой и в особо крупном размере создании и руководстве преступной организации, незаконном ношении оружия, а также использовании специальных технических средств негласного получения информации. Он приговорен к 13 годам строгого режима. Его сообщники Жапашев и Арманов получили по 11 и 8 лет соответственно. Судебным следствием установлено также, что Бартикеев, создав организованную преступную группу, куда вовлек своих сообщников Жапашев и Арманов, участвовал в неправомерном разрешении конфликтов относительно погашения долгов конфликтующих сторон, а также расширил вымогательство с требованием передачи имущества в особо крупном размере под угрозу применения насилия. Как выяснилось следствие, двое бизнесменов начали строительство школ, но прогорели, их фирма обанкротилась. Между бизнесменами произошел конфликт по поводу образовавшихся долгов. Каждый из партнеров считал, что расплачиваться должен другой. Для решения спора оба обратились за поддержкой в некие охранные структуры. Бартикеев руководил одной из таких структур и взялся урегулировать спор. Заставил аннулировать долговый займ на сумму 7 миллионов в тенге, более 7 миллионов. В отношении себя? В отношении его знакомого. И также потребовал 10 тысяч долларов США путем применения угрозы. Для себя, да? Это здесь уже для себя. Да, за то, что данный предприниматель имел, ну, как сказал потерпевший, он в суде, как потерпевший, за то, что имел наглость прийти и требовать погасить долг. Правда, родственники осужденных считают, что все дело было подстроено следственными органами. Жусубек Бартикеев лично в Шемкенте хорошо известный. Некогда он был вице-президентом Федерации бокса менеджером футбольного клуба Ардабасы. Неоднократно судим. Последний раз в 2014 году был осужден Альфа-Арабийским судом к пяти годам заключения за хищение финансовых средств футбольного клуба Ардабасы. Правда, уже через полгода Верховный суд вынес решение считать приговор условным. Нынешний приговор также пока не вступил в силу и у подсудимых есть возможность подать апелляцию.